заслуженный артист российской федерации дмитрий билан опозорился перед своими поклонниками на дне города в самаре жители города с нетерпением ждали выступления любимого артиста но неадекватное поведение билана повергла публику в шок певец не попал ни в одну ноту несуразно двигался на сцене показывал неприличные жесты и сдавал подозрительные вопли и вообще вел себя крайне странно стоит ли говорить что зрители были оскорблены и разочарованы таким выступлением дело дошло даже до подписания петиций городским властям с требованием извинений позднее билан признался что был нетрезв и попросил прощения у своих фанатов он пояснил что перед концертом выпил горячительного со своими давними друзьями которых неожиданно встретил в гримерке но немного не рассчитал и в итоге опозорился по полной программе некоторые коллеги билана убеждены что поведение певца на алкоголь на опьянение не похоже и что здесь замешаны запрещенные препараты а сергей шнуров вообще не понял из-за чего такой сыр бор он считает что зрителю наоборот повезло увидеть как певец цитата пьяный в зюзю верти тазом одно понятно точно вся эта ситуация подняла вокруг имени димы билана невероятный хайп что безусловно на руку певцу и его продюсером справедливости ради стоит отметить что билан не только на словах извинился перед жителями самары но и дал там бесплатный концерт а также подарил развивающую площадку самарскому детскому дому на бесплатном концерте артиста с большим успехом прошедшим на центральной площади города поклонники вывесили плакат с надписью дима самара простила тебя послушать выступление певца пришло несколько десятков тысяч человек в соцсетях потом многие из них отметили что билан выложился на все 100 звезда сериала счастливы вместе наталья бочкарева а скандалилась на всю страну в конце сентября она была задержана сотрудниками дпс вела себя странно от медицинского освидетельствования отказалась в ходе досмотра у артистки был обнаружен пакет с белым порошком наталья на камеру призналась что это запрещенное вещество на следующий день в соцсетях артистка заявила что новость о ее задержание не более чем фейк и она намерена подать в суд на тех кто распускает подобные сплетни видеозапись на которой актриса признается в том что имеет при себе запрещенные препараты она также называла сфабрикованной однако в сми есть информация о том что сейчас бочкарева находится под подпиской о невыезде на нее заведено уголовное дело говорят что помимо прочего наталья является злостной нарушительницей пдд и на нее оформлено 67 штрафов сейчас из дома актриса не выходит на звонки не отвечает близкие люди говорят о том что она слегла с температурой и у нее парализовала половину лица заслуженный артист российской федерации максим аверин устроил пьяный дебош на борту самолета в сми есть информация о том что звезда сериала глухарь изрядно подвыпив напал набор проводников с оскорбительными выражениями и нецензурной бранью говорят что после приземления самолета сотрудники полиции даже составили на заслуженного артиста россии административный протокол некоторые коллеги актера высказались в его поддержку они предположили что зачинщиком дебоша был вовсе не уверен а его директор якобы максим крайне интеллигентный и обходительный человек а информация о скандале не более чем наговор на знаменитого артиста можем ли мы прощать публичным людям их слабости или же они в силу известности должны подавать пример своим безупречным поведением делись своим мнением в комментариях ставь лайк если понравилось видео и жми на значок колокольчика чтобы не пропустить новые ролики